Не только танкисты, пехота и артиллерия участвуют в сражениях. Огромное значение имеют действия скромных тружеников войны, незаметных героев, бойцов инженерно-саперных войск. Их действия не так эффектно выглядят, однако они всегда находятся в первых рядах на поле боя. Сооружение укреплений, разминирование, проделывание проходов в заграждениях и разборка завалов – это все их работа. Зачастую им приходится действовать под огнем противника. И их героизм ничуть не меньше героизма тех, кто стреляет по врагам. Увидев инженерные машины, террористы, как правило, сосредотачивают огонь на них, потому что понимают их значение для безопасности солдат сирийской армии. Из РПГ попали два раза – здесь и здесь. Если бы нож не был поднят, я бы погиб. А вот этими выстрелами был ранен другой водитель бульдозера. Снайпер? Да, снайпер. Снайпер. Вот сюда попала очередь из автомата. Боевики постоянно по нам стреляют. Продолжение следует... Вот сюда попали пули снайпера, водитель был ранен в ногу, к счастью легко. Субтитры сделал DimaTorzok Этот выстрел был мимо, боевики попали в стену. Но в этот же день этот бульдозер получил еще одно попадание из РПГ. Субтитры сделал DimaTorzok Танки прикрывают бульдозер, однако нужно иметь огромную храбрость, чтобы вот так на виду у противника посреди поля выполнять свою задачу в почти незащищенной машине. Профессия сапера одна из самых опасных. Не зря говорят, что сапер ошибается только один раз. Большое количество используемых боевиками мин, как фабричного производства, так и самодельных, заставляют саперов первыми входить в здание и рискуя собой спасать жизнь своих товарищей. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Безусловно, храбрость и грамотные действия инженерно-саперных войск являются одной из важных составляющих мощи сирийской армии. Агентство «Анна-Ньюс» Марат Мусин, Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. Агентство «Анна-Ньюс»